Далее к другим темам. В России по сравнению с Европой сифилисом болеет в 10 раз больше, а хламидиозом в 10 раз меньше. В Уфимском перинатальном центре состоялась научно-практическая конференция дерматовенерологов и гинекологов. Осложнения и непролечные уритрита, они состоят в том, что у людей может развиваться либо приобретенный половую культуреактивный артрит, либо переведимый архив, который приводит к бесплодию. Несмотря на столь пугающие последствия, хламидиоз протекает у 95% женщин и более чем у половины мужчин бессимптомно. В 2015 году зарегистрирован 41 случай на 100 тысяч человек. Но это лишь официальная статистика, на деле болеющих намного больше. Чтобы снизить риск заражения, врачи рекомендуют регулярно сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, особенно молодым людям до 25 лет, которые в силу возраста мало об этом задумываются. В этой связи, собственно, наша деятельность, вот эту школу, которую мы проводим по стране, школа ЮСТИ, это союз по борьбе с инфекцией, передаваемым половым путем, она как раз призвана привлечь внимание врачей к этой проблеме, чтобы органы здравоохранения понимали, какая истинная ситуация здесь. И, соответственно, вовремя предотвращали те неблагоприятные последствия, которые ведут эти инфекции. В частности, вот демографические проблемы.